Заседание по делу НПЗ перенесли на 16 ноября. Пока что Одесский апелляционный хозяйственный суд принял только ряд ходатайств, но к премиям еще не приступали. Напомню, суд должен был рассмотреть апелляцию о признании списка кредиторов Одесского нефтеперерабатывающего завода. Подробности об этом смотрите далее в сюжете. Ранее суд первой инстанции включил число кредиторов НПЗ Российский банк ВТБ и две кипрские фирмы. Общая сумма задолженности завода перед этими компаниями составила около 14 миллиардов гривен. Напомню, кипрские предприятия, которые вошли в число кредиторов, связывают с именем украинского олигарха Сергея Курченко. Таким образом, как считают общественники, Курченко хочет получить контроль над активами НПЗ. В рамках последних слушаний к делу приобщили два экспертных заключения. Финансовую состоятельность завода проанализировали и предположили, что средства от кредиторов на предприятие никогда не поступали. То есть, если предприятие, которое постоянно оперирует деньги в межах близко 40 миллионов гривен, когда оно работало, то есть, когда завод работал, весь его оборот становилось близко 40 миллионов долларов. Тут протягом полтора года на предприятие заходит 600 миллионов долларов, но в финансовой ответственности этих денег нет. Это дополнительное подтверждение того, что деньги от кредитора на предприятие никогда не поступали. Кредиторы же считают, их оппоненты поздно спохватились подавать такого рода ходатайства. Говорят, делать это надо было на предыдущей стадии судебных разбирательств. Пока же сторона кредиторов якобы намерена оставаться акционером и поддерживать предприятие. Мы, естественно, возражаем против удовлетворения апелляционной жалобы. Сегодня с компанией Absence, с моим доверителем, достигнутой договоренности о том, что будет предоставлено финансирование в размере 5 миллионов долларов на покрытие, в первую очередь, долгов по заработной плате и покрытие частично кредиторской задолженности. Представители компании утверждают, что намерен списать все санкционные платежи, предоставить финансирование и выступить инвесторам предприятия. Мария Сапкалова, Валентин Мир за 7 канал.